Девушки отдыхают Лабораторные показатели в норме Кровь на типирование и кроссматч отправлены Минуточку, не отключайтесь Так, что у нас в листе ожиданий? Пересадка легких крестьяников Леонид Надежды Смирнова Болезная МФЦ Срок ожидания 11 месяцев Параметр данный ЦБМ Да, есть совпадение Легкие в клинику у Грохольского требуются Ждет Смирнова 70-го года рождения А сколько она у нас легкие ждет? Больше года Больше года Поэтому понять ее можно Бригада забора подготовится к выезду Выезд 2-я городская Когда операция, черт возьми Или Или я из окна выброшусь Вы же понимаете, что не все от меня зависит Если бы я мог, я бы вам свои легкие отдал Но тогда вас оперировать будет некому Дмитрий Николаевич Из центра донорства звонили Есть легкие Все параметры совпадают Зажим Сосуды заканюрированы Говорта отжата Отмываем Ножницы Забор Орган к клинику у Грохольского Бегом, Женя, бегом Там же больную операционную повезли Поехали, легкие Надежда Смирнова, да? Ожидайте КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима! Доброе утро! Гришка, привет! Я к тебе! Я на операцию. Тучков? Нет, Смирнова легкий. О, не завидуйте, не завидую. Слушай, ты про шипы слышал уже? Нет, а что? Говорят, он уходит. Куда уходит? Ну как куда? На пенсию. Гриш, а кто тебе сказал? Так, знаешь, нашептали. Ладно, не грузись перед операцией, потом поговорим. Не пухай. Да ладно, к черту. Да ладно. Что, легкие привезли? Нет, ждем пока. Почему вот у них все так, а? Ну не знаю. Все в последнюю минуту. Это же легкие, они, четыре часа их можно использовать, дальше все выбросить. А если не успеют? Сережа, вот зачем ты меня сейчас об этом спрашиваешь? Успеют. Дмитрий Николаевич. А у тебя все в порядке? Все готово? Органа ждем. А что со временем? На пределе. Ты после операции зайди ко мне, хорошо? Ну, счастлива вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Давай. Ну что, успели? Сейчас скажут. Все, успели. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Успели. Син, ну иди понюхай. Я и мяту там положила, и сухую малину, земляничный лист тоже пошел. Ну, понюхай. Целый букет. А как ты думала, ему после операции силы нужны? Я, Танюх, думаю, что все-то это зря. Ты мне лучше какую-нибудь научную статейку дала почитать. Спокойно. Знаю эти научные статейки. Потом вода камень точит. А я, Зиночка, не вода. Я водопад. Подберегись. Ну, давай. Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич. Значит, ты убежден, что отторжений не будет? По моим ощущениям, не должно. Иннокентий Степанович, давайте попробуем мой препарат. Не могу я дать такого разрешения своей властью. Давай все-таки действовать в рамках закона. Понятно. Не торопись. Я тебя очень хорошо понимаю. У тебя все готово. А тебя кто-то не пускает. Ну, что делать? Ну, что делать? Ну, хорошо. Тут вроде бы все в порядке. Работай. У меня просьба к тебе. Да. Ну, если говорить коротко, я хочу тебя попросить, чтобы ты возглавил клинику вместо меня. Вот этого точно нет. Здравствуйте, Володя. Вы не подскажете Дмитрия Николаевича? Климов, у нас в ординаторской. Очень хорошо. Идемте. Спасибо. Танюш, позвольте. Прошу. Ну, надо же, а только что тут был. Да ну вас, Володя. Танечка, а чайку мне угостишь? А бутербродик можно? Можно. Спасибо. Григорий Антонович? Да. Бутерброды. Спасибо. С удовольствием. Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте. Спасибо, очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, Володя, за работу? Угу. Взяли. Давай! За работу! За работу! Иннокенн Степанович, я хирург. Я не администратор. Я тебе что, предлагаю поменять профессию, что ли? Ты о чем? Может быть, Гриша Гольцов. Жидковат. И люди за ним не пойдут. Он не умеет убеждать, ты понимаешь? У него нет силы, нет темперамента такого, нет заразительности, которая есть у тебя. Люди не пойдут за ним. Он замечательный хирург. Я не это оцениваю сейчас. Я оцениваю его лидерские способности. А их у него нет. Заводи, заводи. Заводим. Угу. Ваши ставки. Ставки больше не принимаются. 18, 28. Единичка. Единичка сыграла. Григорий Антонович, мои поздравления. 30 лет назад я понял, что нужно начинать свое дело. В результате появилась эта клиника. Это главное дело моей жизни. Я не хочу, я не могу отдавать это все в чужие руки. В руки постороннего, чужого человека. Если ты возглавишь клинику, отсюда не уйдет ни один человек. Все останется на своих местах. И главное, я тебе доверяю. А потом я не понимаю вообще, в чем дело? Тебе что, так часто делают подобные предложения? А я, между прочим, своеобразный подарок приготовил. На тот случай, если ты, конечно, согласишься. У нас в клинике появится еще один первоклассный хирург из Новосибирска. А как фамилия? А я, по-моему, уже однажды слышал от тебя эту фамилию. Оленичева. Правильно, Оленичева. Что скажешь? Скажу, что нет слов. Да нет, я серьезно. Мы год назад были вместе в Испании на конференции. Специалист высшего класса. Да, она совсем недавно провела несколько абсолютно уникальных операций. Тут я с тобой соглашусь. Иннокенн Степанович, дорогой, я все понимаю, но мне все равно нужно подумать. Было бы глупо, если бы я сказал тебе, что думать не надо. Думай, Дима, думай. Думай поскорее, пожалуйста. Я тороплюсь. Я не понимаю, за что ты так не любишь собственного сына. Неужели ты не понимаешь, ему там будет лучше? Там совершенно другое образование. Я уже не говорю об уроне жизни. Мы же с тобой в Турции даже ни разу не были. А хочешь в Турцию? Олег, не заставляй меня повторяться. Мы все решили год назад. Я устала. Извини. Ну ничего, я написал роман. Отдал его в издательство. Его напечатают. У нас будут деньги. Ты написал детектив? Нет. Обычный роман об одиночестве. Господи, Олег, одиночество плохо продается. О каких деньгах ты говоришь? Слушай, не учи меня. Плохо продается. Хорошо продается. Знаешь, я пишу о том, о чем знаю. Могла бы подождать, пока мне сделают операцию. А когда я выйду из клиники? Это если выйду. А если не выйду, все само собой решится. Олег, ну зачем ты так говоришь? Мы же с тобой развелись год назад. Ну я же не виновата, что именно сейчас судьба послала мне Дэвида. И именно сейчас этот выгодный контракт. Ну какой выгодный контракт? Ну о чем ты говоришь? Ну кем ты там будешь работать? Экскурсоводом? Нет. Я буду работать продавцом в русском супермаркете и получать за это очень неплохие деньги. И смогу дать Косте отличное образование. Я тоже смогу дать Косте отличное образование. Может быть даже лучше, чем в Канаде. Олег, ну не говори так. Сейчас, извини. Да. Да, уже привез. А где вы? Угу, хорошо. Олег. Понимаешь, это судьба. Я так долго этого ждала. Ты сейчас хочешь все испортить? Ну скажи ты мне, ну при чем здесь Костик? Это же тебя свела судьба с твоим Дэвидом, а не его. Правда? Потому что Костик мой сын. Он и мой сын. Да я не спорю, он твой сын. Подпиши, я буду привозить к тебе Костика. Не будешь. Ну почему? Ну потому что я знаю, как у тебя все это происходит. Ты влюбляешься. Ни черта не видишь вокруг себя. Извините. Отдыхайте. Мое разрешение должен подписать нотариус. нотариус здесь, в клинике. Он ждет вестибюли. Молодец. Хорошо подготовилась. Браво. Олег, это не шутки, это жизнь. Твоя, моя, нашего сына. Давай зови. Давай зови своего нотариуса. Я скажу ему свое окончательное и решительное нет. Олег. И не приходи ко мне больше. Вот это все. О, моя дарья. You are so beautiful. Здравствуй. Привет. Как нотариус? Good? Дэвид, она отказалась ехать. Как? Почему? Ну, она сказала, что занята. По-моему, она просто не хочет. Как не хочет? Это ее работа, ты ей платить деньги. Ну, не все же мириться деньгами. Люда, мы через две недели должны быть в Канаде. Дэвид, ну, не дави на меня. Не делай из меня монстра какого-то. Ну, Олег же болен. Тем более. Почему он мешает другим жить? Садись в машину. Ай, дай, Пупма. И сейчас Костик сюда придет. Его нужно домой отвезти. Костенька, давай, привет. Привет, мама. Здравствуй. Коста? Коста-рика, I have the present for you. Ух ты. Это что, такое, как ты хотел? Ага. А это Дэвид тебе купил. А что сказать надо? Thanks. You're welcome. Ты как? Я ужин приготовил. И дом. Ты сегодня дома? Ну, я надеюсь. Снег пойдет. Не говори. Сашка влюбился. Я знаю. А где он? Да звонил. Придет скоро. Ну, вот. Так всегда. Это ты говоришь. Может, ты меня не хочешь, а? Или тебе все равно? Зачем это так? Мне не все равно. Просто так получается. Не знаю. Может, у тебя кто-то есть? Иди сюда. А что ты такого говоришь? Ой. А чего это вы тут делаете? Сын, а что за вопросы? Плюшками балуюсь. Мам, я есть хочу. Пойдем. Куда? Так. Что с подбородком? Да чепуха. Что с подбородком? Дим, посмотри, пожалуйста. Чепуха. Ну, давай сюда. Ну, действительно чепуха. Да. Что, проблемы какие-то? С пожарного крана упал. Мы тебе верим. Угу. Да. Ты с Викой с пожарного крана упал. Вот как только Вика появилась у них в классе, сразу у него все наперекосяк. Что у меня наперекосяк? Так, ребят, ребят. Марина, ну что ты из-за какого-то пустяка? Да, папа, оправдывай. Ты хороший, мама плохая. Что? Вот так. Так тебя нет. У меня с клиники могут звонить. А ты телефон забыл. Алло? А кто, простите? Да, конечно. Ирина Оленичева. Да, Ирина. Привет. Ты уже в Москве? Нет, мне Грохольский обо всем рассказал. Ну, почему же? Сюрприз получился. Да, получился сюрприз. Я тебя поздравляю. Ты когда будешь в клинике? Хорошо. Ну, тогда до встречи. Да, пока. Наш новый хирург. Ирина Оленичева. Это та, которая с тобой в Испанию ездила? Ну да, на конференцию. Папа, как правильно? Хирургесса? Или хирургиня? Сына, пойди по моей руки, пожалуйста. Ты вернулся такой окрыленный из Испании. Марина. Теперь она в Москве. Скажи, она будет работать в твоей клинике? Да, она будет работать со мной в одной клинике. А что такого? Субтитры делал DimaTorzok Что, не выходит? Нет. Это полная атрофация души. Это сердце. Там у нас душа. А ведь, когда болит, ни о чем больше думать не можешь. Я вот поделки делаю жене, чтобы отвлечься. Она любит все эти билиберду. Это тебя твоя красавица довела. Раньше с ней тоже такое случалось, но... Что до развода, что ребенка забирать. Воспитывать надо было. Воспитывать, воспитывать. Что, ее бить, что ли? Тогда держись, не сдавайся. Еще не вечер. Женщины, они такие. Они сначала сделают, а только потом думают. Иван. А вы отдуваете. Олег! А что ж это такое? О, Господи! О, Господи! А что ж это такое? О, Господи! О, Господи! О, Господи! Идем домой! Да я не нужна ни тебе, ни Сашке. Что ты глупости говоришь? Ну как это не нужна? Ты нужна и мне, и Сашке. Такой стол накрыл. Что такое? Молодь, посмотрите. Тучков? Да. Значит так, карденон внутри вены, отслеживаем состояние каждые полчаса. Поняла. Танечка, карточку, карточку. Да, пожалуйста. Людмила Сергеевна. Да, да, да. А кто это? Дмитрий Николаевич? Нет, это Владимир Станиславович, я дежурю сегодня. Людмила Сергеевна, я понимаю, что поздно, а вы могли бы поехать в клинику? А что это случилось? Вашему мужу необходима поддержка. А по карточке я посмотрел, вы просто ему единственная родственница. Я поняла, да, хорошо. Я скоро буду. What happened? Что-то случилось? Олегу плохо и меня срочно вызывают в клинику. Майя, с тобой? Нет, уже поздно. И что? Ты поедешь к нему? Не к нему, а к папе. Ну конечно же, Дэвид, но мы столько лет вместе прожили, он же ведь отец Кости. Люда, вы развелись. Вы теперь просто максимум друзья. Мы с моей первой женой друзья, ничего больше. У неё своя жизнь, у меня своя жизнь. У нас так не принято. Кость, помолчи, хорошо? Что ты сейчас говоришь? Олегу плохо. Так ему может быть плохо вечность. И что? Ты всё время будешь в больнице? Жить там? Это ненормально, Люда. Люда, так нельзя. Ты заразишься, в конце концов? Майя, с тобой. Я с ним не останусь. Кость, хоть ты не создавай проблем. Я не создаю. Дэвид, 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 пожалуйста, я тебя очень прошу, не ревнуй. Просто, просто мне кажется, ты… Мам, поехали. Сейчас, Дэвид, ну в конце концов, это просто глупо. Понимаешь, глупо. Да глупо жить прошлым, Люда. А ты живёшь прошлым. Ну я не знаю тогда, что мне делать. А я знаю. Ты просто никуда не должна ехать. Ты должна остаться дома и всё. А давай ты мне не будешь указывать, что мне делать. Мы так не договаривались. Вместо того, чтобы отвезти нас с Костиком в больницу, ты сейчас ставишь ультиматум. Это не по-человечески, Дэвид. Я… я ничего не понимаю. Кто тебе больше нужен? Люда, остановись, я прошу тебя. Дэвид! Сэнкс, видела в гробу ваш смартфон и вашу Канаду. Ты как хочешь, а я поехал. Кость, Кость, подожди. Люда! Да, и мои работы отобрали на вернисаж. Вернисаж? Да. Какой вернисаж? Эротика и жизнь. Эротика? Ну а ты здесь при чём? Что? Ты что думаешь? Я только картинки для русских сказок вырезаю? У меня в этом направлении такое количество работ, дорогой. Я именно так и думал. Да. Папа, ты со своей работой столько всего пропустил? Давай, 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 быстрей уже, всё осталось. Вот, смотри. Ой-ёй-ёй-ёй. А вот ещё фазан. Ой-ёй-ёй-ёй. И фазан. А какой у нас праздник? Сын, папа дома – это всегда праздник. Понял. Чти отца. Я считаю, это нужно отметить. Держи. Спасибо. Ну? Секунду. Да, Володя. Дмитрий Николаевич. С Тучковым плохо. Показатели какие? Показатели ужасные. Только что кардиограмма пришла. Буду через полчаса. Прости. Показатели. Показатели. Ты пристегнись. Ба, не отвлекай. Сейчас уже не штрафует. Да меня не штрафы, Юлечка, волнует, а ты сама носишься, как у горелы. Ба, ну смотри, ночь на дворе, дороги пустые. Можно мне хоть раз в жизни оторваться, а? А то ты знаешь, у меня в последнее время что-то голова стала окрушиться. Недавно такой Крис был, я уж тебе не говорила. Слушай, если вдруг со мной что случится, ты помнишь, где деньги лежат? Мне уже надоели эти разговоры одно и то же. Хватит Крис, я умру, похороните меня в зеленом костюме. Кстати, почему в зеленом костюме? Он тебя абсолютно не идет. Да много ты понимаешь. Я вообще не хочу, чтоб ты умирала. Никогда. Поняла, бабуль? Скажите, а вот здесь болит? Нет. Нематомка маленькая, это не страшно. А что Юлечка? Уночка ваша? С ней работают. А где она? Ну-ну-ну, куда же? Воскательница. Давайте договоримся так. Вы полежите, а я потом вернусь. С новостями. Хорошо? Ага. Наташенька, посмотрите, пожалуйста. Может, зря я вас дерну? Нет, не зря ты меня дернул, Володя. Действительно, ресурсы у него на исходе. Сердце у него маленькое, нестандартное. А донора как не было, так и нет. А ты все играешь. Ну да, а чего? Для дела хорошо. Руку разбивают. Руку? А по-моему, тупеешь от этого, Володь. Ну, это спорный вопрос. Говорят, Грохольский уходит. Говорят. А кто вместо него, не знаете? Знаю. И кто? Мне предложил. Да ладно. Серьезно? Ты что, против? Да нет, наоборот. Вы на повышение, я, может быть, в замы поднимусь. Рано еще шкуру медведя делись. Да я шучу. Рано. Дмитрий Николаевич, вы ведь не ужинали? Выпейте хотя бы чаю. Спасибо, Танюш. Там жена Тучкова приехала. Да. Да это я его вызвал. Я подумал, она как-то его поддержит. Все-таки единственная родственница. Ну, чего ты вскакиваешь? Сиди. Раз приехала, значит, сам пойду с ней и поговорю. Нет, пожалуйста, выпейте сначала чай. Потом, Танюша, потом. Потом остынет. Ну, холодный, значит, выпей. О. Так. Кость, ну почему ты так с Дэвидом? Он же неплохо к тебе относится. Таню его. А как мы дальше жить будем? Никак. Я с папой остаюсь. Людмила Сергеевна. Что-то случилось? Ну, пока ничего не случилось, но я вам хочу сказать, что ситуация с вашим мужем очень серьезная. Привет. Папа пришел подержать. Танюша, отведи пацана к Володе в ординаторскую, к Владимиру Станиславовичу. Поиграешь в стрелялки, а мы с мамой поговорим, хорошо? Давай. Дмитрий Николаевич. Мальчишку чаем напои. Хорошо. Пойдем со мной. Давайте присядем. Ну, вы, конечно, очень поздно приехали. Ваш муж лежит под капельницей. И навестить его будет можно только завтра. Я знаю, что у вас очень сложные отношения с мужем. Если было бы можно, как-то эту проблему решить по-человечески. Ему нельзя волноваться. Все так плохо? Все так плохо. И если в ближайшие сутки или двое мы не сделаем ему операцию, он может просто не выдержать. Ну, честно говоря, я не думала, что все так серьезно. Но вы же не первый раз в нашей клинике. И знаете, что он не ангину лечит. Да, я знаю. Но Олег, он все скрывал. Говорил, что сосуды прочистит. Вот и все. Вот. Мне скоро в Канаду нужно ехать. Ну, не прямо сейчас, но скоро. А тут такое. В Канаду? Да. То есть вы не можете остаться? Мы с ним год в разводе. И я встретила человека, которого я бы не хотела терять. Вот. Хотя я понимаю, что остаться нужно с Олегом. Но с Дэвидом я не могу. У нас прям химия какая-то. Ну, что ж. В таком случае вы действительно должны уехать. Вы же ничего ему не можете дать. Ни любви, ни заботы. А после таких операций реабилитация проходит очень сложно. Долго и мучительно. А что вы ему можете дать, как вы выразились, эту свою химию? Так она же его совсем убьет. У него родители живы? А кто-нибудь из родственников есть? Понятно. Ну, ничего. Могут и посторонние люди помочь. В конце концов, соседи, друзья, волонтеры. Просто один человек не даст пропасть другому. Вот такая азбука. Олег писатель. Он, он одиночка. Извините, пожалуйста. Да нет, ничего страшного. Мне кажется, мы с вами все обсудили и поняли друг друга. Сейчас придет ваш сын и вы можете ехать. Подождите, подождите. Как же так? А что? Ну, я не могу вот так вот взять и уехать. Мы же с Олегом двенадцать лет вместе прожили. Он же как ребенок. За ним ухаживать надо. Ухаживать надо. Но для этого здесь есть нянечки. Вы что, в жертву себе сейчас хотите принести? Не надо, нет. Это не нужно ни ему и не вам. Нужно, чтобы вот отсюда все шло. А иначе нет смысла. То есть, вы хотите сказать, что я не нужна? Выходит, что не нужна. Ухаживай. Ой. Спаливай, как младенец. А теперь к Юленьке пойду. Она уже проснулась? Синаида Федоровна. Мне трудно об этом говорить. Вот бумага. Вот еще одна. Что это? Вы простите, что прямо сейчас, но у нас нет времени. Нам нужно получить ваше разрешение на изъятие органов Юлии. Органов? Зачем? Она же живая. Она же дышала, когда мы… Юля, к сожалению, умерла. Мы делали все, что могли. Но мозг был травмирован настолько сильно, что… Нет, 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 нет. Нет, я ему не верю. Этого не может быть. И можно же что-то сделать. Не тычьте мне все, пудрянь. Зинаида Федоровна. Люда, ну, я же тебя жду. Где ты ходишь? Что случилось? Почему ты трубку не берешь, а, Люда? Дэвид, прости меня, пожалуйста. Я сегодня не смогу ночевать дома. В смысле не сможешь? Потому что Олегу очень плохо. Правда, очень плохо. Да мне плевать на Олега. Я ничего не хочу слышать. Мы все решили, Люда. Что значит плевать? Я не могу так. И Костик здесь. Ну, мы же все с тобой решили, Люда. Ну, я прошу тебя, сядь в машину. Ты можешь мне объяснить, что произошло? Люда, я столько сил, денег и времени потратил на тебя и твоего сына, а ты срываешься среди ночи и бежишь к своему бывшему мужу? Ты считаешь это правильным? Так должно быть? Может быть, Люда, но только не со мной. Дэвид, что ты говоришь? При чем здесь деньги? А при чем здесь твой бывший муж? Сколько я тебе должна? Значит, ты так говорите. Сколько я тебе должна? Счет я оставлю в квартире, Люда. Олег, ложись. Олег, тебе стоять нельзя? Слышишь? Солнце всходит. Я тебя не буду... Ум, это так. Ты сидишь? Я тебя не знаю. Нет у меня жены. И сына тоже нет. Прости меня, Олег. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Центр донорства? Доброе утро! Это Климов из клиники Грохольска вас беспокоит. У нас пациент совсем плохо, сердце сдаёт. Посмотрите у себя в экстренный лист ожидания. Тучков. Что, курируете одно? Ну почему же вы не звоните? Понятно. Родственники согласия не дают. А донор где находится? Нет, я сейчас сам туда подъеду. Конечно сообщу. До свидания. Всё, Володя, я умчался. На конференции что-нибудь скажешь. А кофеёчек? Потом. Кофеёчек. Доброе утро всем. Привет, Гриша. Здорово. Ты куда? К донору. А что, кто-то из наших? Нет, нет. В Третьей городской. Всё, времени нет. Извини, Гриша. Что случилось? Да вот всю ночь с Тучковым провозились. Ну-ка. У-у-у, да-да. С этим же осада. Держи. О, кофеёчек. Спасибо, Вова. Спасибо. Обещайтесь. Какие ещё новости? Ну, Иннокентий Степанович уходит. Уходит. Да я знаю. А знаете, кто вместо него? Это Володя никто узнать не может. Грохольский Климову предложил. Да он и мне предлагал. Володь. Что смотришь? И тебе предложат, Володя. Дождёшься. Ну, ладно. Я это… Я… Ну… Спасибо за кофе, Володя. Пожалуйста. Алло. Дозвонилась, не может быть. Как ночь прошла? Ты где? Ты не в клинике? Едешь. Мил мой, куда ж ты едешь? Дома всё забыл. И паспорт, и техпаспорт. И права. Совсем плохой стал. Ну, а ты скоро будешь в клинике? Подвезти права? Ну, давай. Давай. Юлечка. Доченька моя, родненькая моя. Ты же живая. Ты же дышишь, я же вижу. А то ручка такая холодная. А тут холодно. Я сама замёрзла. Юля. Юля вас не слышит. Она вас не слышит. А меня слышит. Уйдите. Юлечка. Юленька. Доченька моя. Зинаида Фёдоровна, не нужно её звать. Её с нами нет. Господи. Да она за меня одна. Я же её с младенчеством не хочу. Чешую тебе жить. Зинаида Фёдоровна, я должен с вами поговорить. Я всё понимаю. И на первый взгляд, может быть, покажется для вас странным. Но прошу вас меня услышать. Юлины сердце может дать жизнь другому человеку. Господи, какому человеку? О чём вы сейчас? Зачем мне его жизнь? Вам, может быть, незачем. Но у того человека есть ребёнок, близкие, родственники. И они надеются. Надеются. У вас есть дети? Да. У меня есть сын. А вот если бы с ним даже. Вы правда? Да. Если бы было нужно, отдал бы. Господи. Господи. Как же, Юлечка. Без сердца перед Богом стали. Бог спрашивает не с тела. Он спрашивает с души. Тело после смерти разлагается, а душа вечна. А если сердце Юли останется здесь, на земле, оно не остановится. Оно будет биться, жить, любить, радоваться, страдать. Да, в теле другого человека, но всё-таки жить. И это лучше, чем ничего. Разве не так? А я смогу увидеть. Кого? Ну, этого человека. Которому сердце Юлечки. Это зависит не от меня. Тогда какой смысл? А смысл в том, что вы и ваша внучка подарите жизнь другому человеку. Вот и всё. Больше нет никакого смысла. Ну что ж, в конце концов, Зинаида Фёдоровна, это ваше право. Погодите. Давайте будем маленькие. Я так держу. Девочки, готовим Тучкова к операции. Сердце везут. Я держу. Так. Ещё зажим. Ещё зажим. Так. Держу. Есть. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты очки, что ли, поменял? А, да. Представляете, Дмитрий Николаевич, зрение упало. Было минус один, а сейчас минус три. Чернику надо есть. Тампон. А ещё кофе надо поменьше пить. Вот это точно. Видите, вы когда доктор говорит. Оленичева, Ирина Константиновна. Ирина Константиновна, Оленичева. А, вы наш новый хирург. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Здравствуйте. К Лимова, к мужу. Здравствуйте. Давно вас не было. Да, работа, работа, Ирочка. Пожалуйста. Спасибо. Сначала замените карточку, а потом, Ренкин, ты не. Девочка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Волочь, 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 ну, Волочь, ну, ты как слон. Что, что? Подожди, держи вот здесь. Вот так. Вот так. Вот так. Молодец. Так. Хорошо. Шьём? Шей. Игла. Мастер. Вот так. РЕЧОВОЛОН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...